Было время, когда чего не напишешь, чего не снимешь, обязательно кто-нибудь в комментариях упомянет Украину. Хотя то, о чем ты писал или то, о чем ты снимал свое видео, к Украине не имеет никакого отношения. Вот сейчас такой короткий период, когда что бы ты ни сделал, тебе обязательно напишут про господина Соколова. Это крайне умилительно, потому что конкретно я с господином Соколовым общался несколько раз буквально и воспринимал его как одного из спикеров фестиваля цифровой истории, спикеров феноменальных. Там я с ним встретился в первый раз, он играл французского генерала, у него был прекрасный французский язык. Мы, в общем-то, сидели в одной гримерке, я видел, как он переодевается, мы с ним говорили. Ну, я понимал, что дяденька немножко фрик, но опять-таки это нормально, потому что в этой реконструкторской среде 90% людей такие, немножко фрики. Если ты с кастрюлей на голове во взрослом возрасте бегаешь по полям с железкой в руках и, соответственно, пытаешься отмутузить такого же, это вызывает определенные вопросы. Но моя принципиальная позиция заключается в том, что чем бы для тебя не тешилось, каждый сходит с ума по-своему, я знаю там. Кто-то грибы собирает, кто-то вот в реконструкторов играет, у каждого свои приколы, ну и так далее, вы же понимаете. Ничего ни криминального, ни сверхъестественного в этом нет. Я даже один раз сделал очень хорошо кое-каким реконструктором. Я был в США, и вот зритель моего канала, Сухроп Осилов, пригласил меня в город Филадельфия. Соответственно, я выяснил, что он реконструктор, ну, в данном случае по Второй мировой войне. Сказал об этом, потом у них там было одно мероприятие. Я ему предложил это все дело заснять, сделать интервью с американцами, которые реконят нашу Красную Армию. Он очень волновался, это было видно в кадре. Вышел этот выпуск у меня на канале. Его посмотрели редакторы. Ну, мало того, что это создало определенную волну. Мне писал, что просто его завалили там письмами и прочее. Это создало определенную волну в этой среде. Плюс посмотрели редакторы РТР, и команда телеканала Россия отправила в США, сделал документальный фильм. И вот там Сухроп Осилов присутствует в своей реконской военной форме, дает интервью, немаленькое. И, в общем-то, ничего бы этого ни было, если бы не мой сюжет. Так что, вот, ну, чем могу, помогаю. Соответственно, Соколов был феноменальный оратор. Я так полагаю, что он и преподаватель был совершенно потрясающий. Ну, меня эта просто тема не очень интересует. И вообще, как бы, наполеоновскими воинами, постольку-поскольку, занимаюсь, ну, вожу вот группу в Париж. Там, естественно, не рассказывать про Наполеона невозможно. Но меня, опять-таки, это больше волнует в сфере медийных воин. И то, что Наполеон – это продукт эпохи уже Наполеона, то есть тогда вот был вылеплен этот образ, который мы сейчас знаем. Потому что даже Лев Николаевич Толстой, проходя мимо дома инвалидов, там чуть ли не плевал в сторону и писал потом, что возвеличение злодея ужасное. Тем не менее, Соколов был в своей колее. И вот некто, кого я называю певцом басковым от истории, начал там его троллить жутко. Его там доводили до состояния белого коленя и так далее. Его довели. Ну, вы знаете, друзья мои, если ты взрослый мужик, я вот иногда даю, ну, особо близким своим, там, знакомым, почитать переписку мою ВКонтакте с рядом персонажей. Ну, точнее, это даже не столько переписка, сколько просто поток ругательств в мою сторону, да, вот в личку мне там валится. Ну, буквально вот недавнюю поездку в Берлин, там один персонаж у меня изгалялся и на странице, потом мне лично писал, что вот вожу я каких-то дебилов, которые мне платят деньги, и кроме денег мне ничего не интересует, меня интересует только бабло, а не все овощи. Ну, вот эти овощи мы сидели в одном баре, ухихикивались и решили передать ему, что в огороде все в порядке, а то, что меня интересует только бабло, стало мемом нашей экскурсии. Ну, и, в общем, называл он меня гондоном, потом извинялся, потом опять называл гондоном и так далее. Но пусть это происходит онлайн, пусть все эти неизжитые комплексы вот изливаются здесь, чем оффлайн, потому что хрен знает, как он там оффлайн будет себя вести в данном случае. И почему меня должно это задевать и волновать, если я знаю, что это неправда? Ну, то есть, как бы я не такой, поэтому мне и не надо рефлексировать на эту тему. Поэтому термин довели мне не совсем понятен. Что значит довели? Кто кого травил? Травили Пастернака, травили Прокофьева, травили Зощенко, травили Ахматова, о которой я сейчас скажу пару слов. А Соловьева, извините, Господи, Соколова никто не травил. Ну, и были какие-то разборки, которые, по большому счету, были бурей в стакане. Вот опять-таки, выйди сейчас там на улицу и скажи, что вы знаете про разборки этого Панасенкова-Соколова. Львиная доля даже вообще не в курсе, ни про разборки, ни кто вообще это такие. Второй момент касается, значит, гоблина друган Соколова. Ну, вы меня простите, друзья мои, да, у нас, возможно, с Дмитрием Юрьевичем не сходятся взгляды на некоторые вещи. И, наверное, его мало устраивает моя какая-то определенная позиция, а меня мало устраивает его какая-то определенная позиция. Тем не менее, насколько вы знаете, я к нему хожу. В последнее время меньше, потому что тема, которой я занимаюсь, древолюционный терроризм, она практически рассказана. Осталось буквально несколько выпусков, и потом я, наверное, там уже уйду на заслуженный отдых, да, с тупичка. И вот как-то мы друг другу, знаете, не волосы повыдергали, да, вследствие прически Дью, как бы это не очень уместный эпитет. Но спокойно сосуществуем. И никаким друганом, никакому там ни Соколову, ни всем остальным спикерам, которые к нему приходят, он не является. Он предоставляет площадку, да. Вот меня очень часто там клеймят антисоветчиком, там, антисталинистом и так далее. Вот представьте себе, если реверсировать эту ситуацию в обратную сторону, на каком-нибудь эхе дождя, ну, приходит такой 100% ватник, 100% сталинистый, регулярно, регулярно что-то рассказывает. Ну, вот вы знаете такой пример? Ну, вряд ли. А вот я хожу, собственно, туда и ничего, и как-то, вот видите, жив-здоров, и он жив-здоров. И мы не друганы никаким, и просто два адекватных человека, на самом деле, которые общаемся. Поэтому у месье Соколова, у него на лбу не было написано, что когда-нибудь он возьмёт в руки пилу и начнёт кого-то пилить. Ну, я ещё раз скажу, ну да, он был таким несколько в образе. Ну, можно было над этим подтрунивать, мне вообще насрать, как бы, если честно. Потому что, ещё раз хочу сказать, каждый сходит с ума по-своему. Но ничто, как бы, не предполагало. И с какой стати тот же самый Гоблин должен был это знать. Он, что там, Кассандра какой-то, провидец или так далее. Поэтому для The U Соколов это, ну, один из. Он очень прикольно про него рассказывал, там всё на кухне, как-то там шашку выдирал и прочее. Ну, потому что Гоблин очень юмористичный персонаж, и его очень прикольно слушать, как он вне эфира, да, со всей правильной лексикой ретранслирует происходившее и происходящее в своей жизни. И как, собственно, там личный, и прошлый, так и общественный. Третий момент – это человек был в состоянии аффекта. Я, вы знаете, в этом случае вспоминаю замечательный вообще скетч в «Клубе весёлых и находчивых». Он прозвучал ещё давным-давно. Там, значит, был этот Мартиросян, этот лысый наш из Питера, который сейчас в вечернем органте сидит, и Галыгин. Они там изображали, как озвучивали один из выпусков «Ну, погоди». И там был такой момент, что «Как он? Как? В состоянии аффекта!» И потом всю жизнь прожил состояние аффекта. Дело в том, что состояние аффекта – это вот, ну, какой-то там одномоментный случай. А если в состоянии аффекта ты в один день убиваешь девушку, на следующий день к тебе приходят гости, ты, собственно, с ними сидишь, тебе звонит Егор Яковлев, ты с ним разговариваешь. И потом ещё, далее, в состоянии аффекта ты выполняешь функции дровосека, пытаешься что-то там скинуть в речку-мойку. Это, вы знаете, уже ни на какое состояние аффекта вообще ни разу не тянет. Это вполне себе обдуманный поступок. Я скажу, может быть, такую, ну, не знаю, ну, не циничную вещь, но если бы этот человек застрелил эту несчастную девушку, осознал, что он сделал, пришёл бы в полицию и признался во всём с повинной, да, пришёл бы, ну, тогда, возможно, мы могли бы говорить о каком-то там, ну, сострадании к нему и так далее. Хотя, возможно, у меня бы оно не возникло, но я бы понял тех людей, у которого оно могло возникнуть. Но вот то, что сейчас происходит, это, вы знаете, вера в человечество окончательно пропадает. То есть, когда ты читаешь комментарии, что жалко мужика, вот баба довела и так далее, мне хочется сказать, алё, я вот просто сейчас, я вот выехал, я сейчас смотрю один французский фильм к поездке в Париж, там очередную группу везу в конце января, я обычно пытаюсь там хоть немножко подтянуть себе французский, и смотрю фильмы на французском. И там как раз совершенно потрясающий фильм, один из лучших, наверное, что я смотрел в последнее время. Там снимается, я забыл, актёра, он играл вместе с Депардье в набережной Орфеврон 36. И, кстати, тот же самый режиссёр снял вот таким. И там вот тоже про девушку, которую там очень жёстко убили, там в какой-то дикой сексуальной позе изображена. И вот сцена, где приезжает полицейский к родителям, да, и я представляю себе, например, была бы у меня там дочь, да, и кто-то бы с ней так обошёлся. И потом бы люди говорили, ну, жалко мужика, баба довела. Ребята, вы как бы, у вас вообще что с головой? Вот вы мне объясните. То есть, ну, это что? Это как? То есть, три дня фактически, да, там без малого, человек занимался этим делом. Пытался скрыть следы своего преступления. Вы задумайтесь на секундочку, ну, просто на секундочку, а если бы ему это удалось, а если бы реально вот он бы её там расчлил, там распихал там по своим нычкам, утопил бы в мойке, и всё, и она бы там пропала. Ну, возможно, конечно, началось бы там следствие, там, естественно, вышли бы на него, но, допустим, он был, знаете, как в Голевских фильмах, он бы там всё прибрал, и вот такой не при делах. А, я не знаю, там звонил, вчера заходил, а потом я её не видел. И чё? И как? Да, то есть, вот этот человек жил среди нас, и он бы продолжал бы жить среди нас. То есть, это как бы, it's ok, и что вы на это ответите? Поэтому, когда... Мне уже два человека написало. Два человека мне написало с просьбой организовать сбор средств в поддержку Соколова. Вы знаете, вообще-то у него квартира была на мойке, 82-й дом. Это, ну, это чуть больше, чем кошерное. То есть, это очень хорошее место в городе Петербурге. У меня, например, не было возможности купить там квартиру. А вот Олег Валерьевич там обитал. То есть, вы подумайте вообще-то об этой девушке. И на самом деле, я сейчас ещё одну крамольную мысль скажу, которая очень многим не понравится. Вы не задумываясь о том, что вот в этой ситуации вот эта девушка, она может быть, и я это допускаю в полной мере, она, может быть, на самом деле стояла наглую выше господина Соколова. Она была молода, она была талантлива. И, возможно, когда бы она выросла, она, может быть, даже затмила своего мэтра. Понимаете? Но ситуация крайне показательна. И я бы был не я, я не был бы антисоветчиком, мелкобуржуазной амебой, ненавистником России и так далее. Очень умилительно читать про то, что я сталинист, то, что вот на канале Гоблина мы с Егором Яковлем оправдываем репрессии. Я не знаю, может, люди не смотрели выпуски, где мы оппонируем друг другу, мы нашли это совершенно, не хочу сказать, гениальное, но очень хорошую схему, которая многим нравится и которая вызывает очень порой даже адекватный резонанс. То есть, а вот оказывается, да, то есть, как зависит от того, какой выпуск, где человек посмотрел при меня. Я представляю, что у них творится в голове, у этих людей, которые не в состоянии критические мыслить. Вообще, вот это вот критическое мышление, это, мне кажется, такой же дефицит, как вот листики зимой в городе Санкт-Петербурге. Так вот, мысль для любителей, которые пишут про то, что Павел Перец любит передергивать и присобачивать за уши что-то. Хотя сами они, если почитать, вот уж точно передергивают не на шутку. Анна Андреевна Ахматова, одна из самых, на мой взгляд, выдающихся вообще женщин России 20 века, гениальная поэтесса, провидица и т.д. которая могла бы свалить из страны, но она не свалила, потому что, как вы знаете, я была с моим народом там, где мой народ несчастью был, сказала однажды совершенно потрясающую фразу. Она много потрясающих фраз сказала, и некоторые из них уже присутствовали в моих выпусках, что когда, ну я за точную цитату не ручаюсь, но вот самое главное, кусок ее, он точный, что когда пытаются объяснить, что Иосиф Виссарионович Сталин, он как бы был, ну вот, хорошим человеком на самом деле, она говорит, мне это всегда напоминает, что кто-то говорит про, вот, да, он людоед, но зато как он прекрасно играет на скрипке. И вот когда ты задумываешься, как это возможно, да вот, пожалуйста, ну, понятно, что Сталин, а персона совершенно другого формата, она больше, ширше, и там, собственно, масштаб личности такой, что туда можно погрузиться, завязывать и не выкарабкаться оттуда никогда. И самое главное, это было давно, и поэтому очень удобно сидя на мягких диванах и в мягких креслах рассуждать на эту тему. Но если мы хотим задуматься об алгоритме, да, оправдание того, что было, через, там, победу в войне, индустриализацию и так далее, и так далее, то вот там конкретный пример. Ну, казалось бы, ну, все же очевидно, ну, дяденька не маленький, ну, далеко не мальчик, да, то есть у него даже пубертатный период прошел, потому что, как вы знаете, самые сложные годы жизни мальчика – это первые 40 лет, вот я как раз сейчас их прожил, вот у меня пубертат, да, а Соколов даже пубертат прошел. Все, как бы, понятно, очевидно, даже, в общем-то, признался в этом. Жалко мужика баба довела. Ну, и начинаются какие-то конспирологические теории, а вот нет ли тут этого следа Панасенкова, то есть мне, я хочу сказать, мне с высокой колокольни на этого Панасенкова, понимаете, да, но, ну, алло, вы что, серьезно, да, то есть вот как бы ему кто-то вложил пистолет в руки, кто-то вложил ему пилу в эти руки, заставил это делать, ну, как бы, ну как, ну как так возможно, ребята? Мне кажется, вот те люди, которые это пишут, иногда создается впечатление, что вот их поднакачать, так они сами сейчас вот возьмут какую-нибудь свою благоверную, пришпилят и молотком начнут ее в темечко долбить, ну, потому что, а иначе, как бы, как на это реагировать? То есть в этом смешалось все, и вышеупомянутое мной отсутствие критического мышления, и мужской шовинизм, да, потому что, ну, все равно баба виновата, ну, это же ясный пень вообще, когда, да, вообще она проститутка, жила там за какие-нибудь ученые степени с мэтром, а он вот не выдержал, и так далее. И вот я, когда читаю, вот у меня тут на канале, да, всякие разные люди это обсуждают в разных аспектах, и пишут мне о том, что вот, перец, вот ты спрятался, да, вот раньше ты, значит, с ним дружил, а сейчас вот ты спрятался и молчишь, блядь. А-а-а-а! Кар-кар. Во-первых, я не любитель обсасывать каждую хайповую тему. Вот Дудь выпустил свою Колыму, ну, да, я сделал выпуск, но дальше там вот он снимал там про Беслан, и прочее мне писали, а вот вы будете обсасывать? Да зачем, ну зачем? И вот какое-то там происходит событие, которое все обсасывают, типа, Павел, а что вот вы об этом думаете? Да ничего об этом не думаю, насрать мне на это, понимаете, с высокой башней, потому что у меня есть свои дела и своя голова на плечах. Вот можно я буду рассказывать про те вещи, которые вот конкретно меня волнуют, и которые конкретно меня касаются, там, не знаю, моего канала, вас, тех, других? А это вот в интернете простор. И этой темой я тоже не хотел касаться, но вот это вот французское кино, которое остановил на половине, сейчас пойду досматривать, оно вот бывает так, знаете, вот такой какой-то триггер тебе срабатывает, ни как бы беседы там, ни с Егором моим многоуважаемым. Кстати, написал один из лучших текстов, Егор Яковлев, если вы его вдруг еще не читали, почитайте. Вот за что его, ну, не все, но большинство любят и уважают, включая меня, так это за то, что только он может так взвешенно, спокойно, интеллигентно, совершенно не скатываясь ни в какие крайности, четко обрисовать ситуацию и свое отношение к ней. И я могу ему только посочувствовать, потому что он мне в личном разговоре сказал, что Перец, блин, меня до сих пор трясет от этого, то, что я звонил ему в пятницу, и я понимаю, что вот в этот момент, ну, не в этот, там, до или после, он там, не знаю, отпиливал ей руки. Да, это человек, который должен был быть одним из главных спикеров на нашем фестивале. И фестиваль это никак не коснется. Ну, вообще никак. Понимаете? Да, он был нашим спикером, и мы планируем, что он им и дальше будет, потому что он нравился людям, он был зажигательным оратором, я повторяюсь, я это уже говорил. Но, тем не менее, дело это будет продолжаться, потому что на Соколове свет клином не сошелся. И то, что он оказался, ну, маньяком, как бы, еще раз могу сказать, ну, посмотрите, какие-то выступления там. Было написано, что он будет людям руки отпиливать. Поэтому все эти злорадствования, кидания говен и так далее, оно понятно. Любая подобная человеческая трагедия, она всегда вызывает волну всего на белом свете. Ёрничество, ненависти, тупости элементарной человеческой, которая, вот я уже показал, как раскрылась вдруг неожиданным образом. А может быть и ожидаемым, ну, а если это ожидаемо, то тогда, честно говоря, для чего жить-то дальше? И за всей вот этой вот пеленой совершенно ускользает, ускользают родители и близкие этой замечательной девушки. Я даже не хочу думать, что сейчас происходит у них в душе, как они будут жить с этим дальше, потому что это невозможно пережить. Через это невозможно перешагнуть. Это все, это до конца. Это до конца твоей жизни оно с тобой вот будет находиться. И ты ничем не сможешь это вытравить. Никогда. И вот это на самом деле страшно и больно. Поэтому в очередной раз хочу вам сказать, прежде чем что-то написать, прежде чем что-то сделать, включайте мозги. Они нам даны для благих целей. К сожалению, иногда они используются в целях не самых благих, но у вас есть выбор, и у вас есть возможность, как распоряжаться своей башкой. И надеюсь, что вы будете распоряжаться ею так, чтобы потом не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Такая пафосная сентенция, в конце, извините, скатился, скатился, но ситуация, ситуация, к сожалению, предрасполагает к этому. И в заключение хочу сказать, что реконструкция не пострадает от этого. Никто не перестанет ходить на замечательные реконструкторские шоу. Никто не перестанет увлекаться этим делом. Да, будут троллить, да, будут какие-нибудь мемчики, да, будут подкалывать всевозможные придурки, но никто не будет считать всех поголовно реконструкторов маньяками и убийцами. Я в этом абсолютно уверен, потому что... Ну, потому что все-таки... Все-таки я верю в будущность человечества. На этом все, друзья мои. Оставляйте комментарии, желательно взвешенные. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok